Приветствую вас, и, как правило, в таких ситуациях нужно обоим супругам обращаться за помощью, обоим супругам нужна консультация психолога, вот, значит, ваша жене нужна от возможной созависимости, а вам, соответственно, по вашей, собственно, проблеме, которую я, если честно, не понял, исходя из вашего текста, вот, совсем не понял, то есть, вроде бы, вы пишете, что помогите разобраться в себе, вот. Значит, у меня был знакомый, мы общались, я задавал вопросы, значит, интереса, тяги к встречам не было. Вот. Дмитрий, а с чего вы вообще решили, что у вас есть какие-то намёки на то, что у вас нетрадиционная ориентация? Вот у вас какие есть основания? У вас проблемы, проблемы с сексом с женой? Или что? Или это только, знаете, это только, вот, только тот факт, что вы там спросили у знакомого, да, о его жизни, и всё, это уже автоматически записывает вас к другим людям, к людям другой ориентации, что ли, знаете? То есть, вы здесь явно не раскрываете, на мой взгляд, всего, всех моментов, очевидно. Вот. То есть, либо вы не хотите, ну, работать, вот, либо вы не хотите работать, либо проблема не серьёзная, вы её вытасываете из пальца, либо, ну, у вас с женой какие-то проблемы, вот. Вот. И вы просто, вот, хотите, знаете, вот именно эти проблемы решить вот таким способом. Ну, не знаю. Это очень странное решение, на мой взгляд, и странный выбор, потому что, потому что, вы не решите проблему со своей женой, если будете, там, говорить, например, о том числе, ну, о своей ориентации, вот. То есть, проблема в чём? Кон-кон-кон-конкретно. Я не увидел у вас проблем, ну, вы были знакомы, мы с ним общались. Спрашивали у него, там, как, что, как, как он, значит, стал таким, ну, да, ну, спросили. Ну, увидела же она переписку, кстати, а как так получилось, что она увидела переписку? Вот, вот. В психологии есть такое, такое понятие, да, такое мнение, что если человек попадается, да, значит, он хочет попасть. Я не уверен, но, может быть, вы тоже хотели, чтобы жена узнала, потому что, может быть, вам она, ну, не нравится больше, или, может быть, вы когда относитесь к ней, то есть, вы её любите, но сексуально вы не удовлетворены ей, например. Понимаете? Вот. То есть, меня интересует, почему она, как бы, отреагировала на то, что вы общаетесь с мужчиной? Вот. Так. Ну, общаетесь, ну, спросили у него, и что. Понимаете? То есть, мне кажется, здесь, здесь есть какой-то подтекст, возможно, о котором вы не говорите. Вот. Дальше, по вашему вопросу, да, по запросу, ну, опять же, вы просите разобраться, да, то есть, просите помочь вам. А информация? Вы информацию не представляете о себе, не представляете информацию о себе, о том, что вам нравится, что возбуждает, хотя бы. Вот. И как вот мы вам поможем в данном случае. Кроме того, кроме того, я рекомендую вам все же, наверное, именно, именно сексолога в этом случае. Не психолога, а сексолога, если вам нужно, вот, разобраться в своей ориентации, да, то этот сексолог вам нужен. Вот. И, соответственно, уже это вам и поможет увидеть себя с другой стороны. Вот. Ну, а отношение с женой, это уже действительно психология, но работать нужно не только с вами, но и с вашей супругой. Потому что супруга, она тоже ответственна за то, что происходит. Вот. То есть, неправильно на вас только перекладывать ответственность за то, что происходит. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.